Привет, друзья! Всем привет из Валенсии, из Испании. Сегодня мы с Марианой приехали на пляж. Всех с праздником, с Рождеством. Сегодня 25 число, 25 декабря. И мы на пляже прогулку устроить решили дышать свежим воздухом морским. Пройтись, вам покажем, как же дела на праздник обстоят на пляже, что тут происходит. Ну и поговорим о том, о всем. Немало народу, кстати. Море синее. Красивый очень. У нас уже конец декабря, на 20 градусов. Еще тепло. Ну мы что-то напялили на всякий случай куртки. Это жилетки. Не куртки, а жилетки, да. По-моему, их придется снять. Прошлись метров 200-300. Вот тут уже кафешки до сих пор еще есть. Пляжные. Болтают. Рождество работает. Ну, в Рождество сегодня вообще ничего не работает. Даже продуктовые магазины. Да, у нас сейчас магазин, который работает по воскресеньям, по праздникам. Но в Рождество, видимо, это для них такой важный праздник, то что даже магазинчик не работает. Ну, кафешки – это святое. По-любому будут работать, люди по-любому будут сидеть, пить вино, пиво, есть тапасы, закуски. Мужчина уже в возрасте, все с мячиком набивает. Ну, как в возрасте? 55 ему, наверное, да? 60, может? Не знаю. Я не разбираюсь. Молодец. Я-то никто так не сможет из нас, блядь, из молодежи. Сколько он уже набил? Так, Роналда. Пойдем нам туда, до пляжа. Сейчас мы к воде подойдем, наверное. Типа автобус на остановке смотровать, что там. Я думала, там полностью море будет видно, а там песок как-то. Не так, как я думала. Ты думала, прямо здесь море? Ну да. Нет, сейчас мы вон там где-нибудь подойдем, к морю. Можно так постоять, покайфовать, подышать. Ты хотя бы солнце несете, то я не вижу. Воздух хороший, да? Угу. Здесь вот люди лежат, просто принимают солнечные ванны. Кто там майки. Кто-то вообще даже без майки там. Там одна девушка даже купается в море. Он выходит из моря. Напомню, 25 декабря. Сейчас подойдем, потрогаем. Холодное море или нет. Ну вот. Море рядом с нами. Так, сейчас мы его потрогаем. Дождемся воню. Опа. Ух ты. Да, кстати, не такое оно уж. Ну что? Вообще не холодная, кстати, вода. Серьезно? Можно было бы искупаться. Если полотенце взял бы, я бы, наверное, тоже нырнул. Ай, да она не холодная вообще. Ну, вообще не холодная. Классная водичка. Да? Что это там? Сторисы? Да. И чистая, кстати, и не пахнет. Мы как-то в каком-то пляже, мы подходили к воде там месяц назад, может быть. Тиной пахла вода. Сейчас нет, вообще не пахнет. И чистая прям. Может, на камере не видно, что чистая. Вообще классно. Немного людей, вот, кто-то бегает, вдоль пляжа прогуливаются. Там еще больше по набережной. Ходят с детьми. Люди кайфуют. У всех выходной. Все. Надпись оставил даже. Потому что ты тоже не напишешь свое. Кого? Имя? Имя. А я думаю, вот имя такое наяль или как-то? Наверное. Парьяна у нас закончила четверть, какое-то полугодие уже будем говорить, да? Половина учебного года отучилась. Отучилась довольно-таки хорошо. Парьяна, честно, положа руку на сердце, ты не жалеешь, что ты уехала из Германии, тебе приходится учить заново язык. Многие интересуются. Как можно говорить о таком, как, в смысле, жалею. Я настолько рада, что вот тут я... Посмотрите налево, да? Да. И на солнце. В Германии, когда мы были в Германии, я первые сколько? Вот полтора года я не получала оценок вообще, но, тем не менее, после того, как я начала получать оценки в Германии, они у меня были не такие хорошие, как ту с первой четверти. Ну, если хорошенько потрудиться, то, конечно же, все будет выходить, ну, вот, например, я сильно трудилась, я переживала то, что у меня как-то не так выйдет, то, что у меня осталось на второй год, то, что все будут там смотреть на меня косы, то, что вот, приехала какая-то, еще и на второй год осталась. Но нет, все не так плохо, как я думала, и все вполне отлично. Просто ты переживала очень сильно, да? Я очень сильно переживала, я... Что сложный язык, казалось, первое время Мариане. Ну, не прошло и трех месяцев, и Мариана уже болтает, блин. Молодец, вообще просто. Я реально очень сильно переживала, я часами сидела за уроками и думала, ну, как же мне быть, как же мне учиться, как же мне сдать все экзамены. Сдала как-то. Как-то зло. Единственное, чуть-чуть вот по биологии вы, Марианки, там... Ну, это не... ну, конечно, по экзаменам, по биологии именно не так... Все гладко. Да, но, тем не менее, у меня оценка по биологии суффициенты, то есть, что значит, достаточно. То есть, у меня нет ни одной плохой оценки в моем графике. Средняя где-то семь с половиной баллов у тебя, да, из десяти? Да. Но биология, потому что много слов непонятных доживлений. Мне говорят даже испанцы, учительницы, то, что там очень редкие слова, которые вообще и испанцы не знают. Так что тебе, конечно же, будет именно по биологии тяжело. А по остальным предметам, вот, да я даже по математике не так переживала, как экзамен по биологии. Потому что тут математика довольно легкая, если слушать учителя и спрашивать, если ты ничего-то не понял. Потому что вот, ну, первые дни, конечно, мне было тяжело. Я спрашивала учительницу, извините себя. Мне тяжело, я не понимаю. Но не надо бояться спрашивать, потому что иначе никак не получится. А лучше взять себя в руки и спрашивать о помощи. Задавать вопросы, чтобы тебе всегда помогут здесь. Мне когда на тебя... У меня нет ни одной учительницы, которая злая. Никто ни разу на меня не накричал. Они только наоборот радуются с улыбкой. Вот есть, конечно, какие-то одноклассники, которые ведут себя. Ну, не поддаваясь, из-за этого на них, конечно, кричат. Но это не зависит от... Ой, ну, это не... Это в основном испанцы, да? В каждом классе найдется ученик, на которого будет кричать учитель. Ну, да. Да, это в любой школе так, независимо. Всегда есть хулиганы в любой школе, в любой. Ну, в общем-то, Марианна счастлива, язык ей дается. Я очень переживал, что там, ну, такие перескоки немецкие. Через два года уже опять испанские. Ну, тем не менее, все классно. Все классно, мы счастливы. Дети счастливы, есть друзья, новые подружки появились. Как испанские, так и русскоговорящие девчонки. Мальчишки, я не знаю. Мальчишек, наверное, нет пока еще. Ну, кто-то постоянно подходит на это, в основном, какие-то непонятные мальчики, которые то ниже, то младше, то вообще странные. Короче, я своего принца, Марианка, еще не нашла. Ну, еще рано тебе, Маринка. Сейчас ты должна отдаваться полностью учебе. Очень стараюсь. Чтобы выучить хорошо язык и так далее. Сейчас ты свои белые кроссовки учмонишь. Нет, я там увидела ракушку, я хотя бы подняю. А, ее уже нету. Унеслась. Какая-то фиолетовая была. Такие вот дела. Короче, в машину-то по прошлому видео вы все видели, что я получил испанские номера, но до сих пор ездил я, блин, на немецких. Все дело в том, что без страховки я же не могу ездить. И, короче, вот отдал на страховку. Они там думают, решают, пока просчитывают это. А потом выходные сейчас наступили. Опять сегодня понедельник, никто не работает. Надеюсь, завтра уже мне скажут какую-то информацию по страховке. Вот, и начну снимать. Я с немецкого учета машину свою, как я обещал, вам выложу отдельное видео, как это делается онлайн. Вот так, так. Вот такие пока дела, короче. Ну, видимо, такое время мы попали. Сейчас это предновогодняя света, но лично никто не хочет работать. Все уже отдыхают, кайфуют. Конечно, и очень. Занимаются своими делами. Ариана решила тоже отметку нашу оставить, что мы здесь были. Все. До первой большой волны. И сразу смоется. Надо было сердечко. Сейчас. Ну, давай, еще есть время. Хочется прям снять с себя жилетку, да, и кофточку. Многие, кстати, ходят вообще без маек. Ай! Все. Мое имя смыло. Ты только ты и осталась. Вот, вышли мы в пляжную зону, на набережную вернулись. Такой фонтанчик здесь. Подсвежающий. Я потрогаю. Мориант уже разделать. В виде лодки сделанной и паруса. Такая еще ветром надувает вот эту воду. Тут вода попрохладнее, чем в море. Здесь холоднее, чем в море. Чистенькая вода. Красивая. Здесь спортивные ребята волейбол играют. Кайфуют тоже. Газлостой кайф. Ох ты. Молодец. Успел бы еще. Мы убрали сетки. Здесь же много было. Ну, вот это все было поля. Оставили только три поля. Потому что сейчас уже не так много, да, народу играет, наверное. Ну, ничего. Сейчас пару месяцев, и опять потихоньку сезон купальный начнет открываться. В марте уже люди выйдут загорать на пляж. А в апреле уже будут вовсе наять. Сто процентов. Ну, вот это, на мой взгляд, немного портит набережную нашу. Тут торговля всякая. Базар. Рыбак челночный. Вот есть у нас там рядом с аэропортом китайские эти ряды. Большие магазины китайские. Вот они там покупают. Туда привозят и здесь продают. Ну, нахожусь, вот, 2,5 копеек. Продают. Это наша любимая кафешка. Всегда здесь полно-полно народу и очередь. В отличие от других. И вот даже сейчас она работает. Хотя в основном многие закрылись. Да, многие закрылись на азиму. Пока несколько работают. Песочные фигуры. Лепет. Вот их собирает молочушку. Кто что даст. Спасибо за респект. Спасибо. Спасибо. Спасибо за респект. Сюда ковыляли мы эмальны уже почти до нашей машины. Такая получилась прогулка. 5 километров мы прошли. Да, вот здесь наши машины. Ура! Мы уже почти думали, что потеряли. Вот. Такие вот дела, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Не забывайте. Всем пока.